Сегодня вызначились коллективы наученцев установ профессийной адукации, которые вышли в финальный тур 6-го областного конкурса патриотического выхования Спадчина. Хлопцы и девчаты из 12 научных установ региона представили свои лучшие работы в 5 номинациях. С выступлениями финалистов ознайомились наши корреспонденты. Раз, два, три! Беларусь! Больше за три месяца подрыхтовки, широк конкурсных этапов, в этом году свои работы представили наученцы 65-ти установ профессийно-технической и средней специальной адукации Гомельской области. Кто-то решил попробовать свои силы сразу во всех 5 номинациях. Кто-то представил работы в певном направлении. Номинации «Доследшая литературная праца», «Видеоролик», «Хореография» и «Компьютерная графика» присвящены году малой родимой и 100-годю комсомольского руху. На обороне доследших работы ИСЭ конкурсная журы отзначила «Финалисты готовые народные лекторы», якея махчима лепш за инших змогуть на зразумелой молодей мове расповести про дорогие сердцу мессы и выбытных людей родного краю. Ребята в этом году писали исследовательские работы, делали видеоролики, писали ИСЭ о людях, которые прошли комсомол, посвященную столетию комсомола. В этом году у нас родилась уже идея, что надо сделать эмблему своего конкурса, тоже, которое все связано с наследием нашим. Одни из самых популярных на конкурсе – флешмобы с выкористанием сучасных молодежных направлений у хорографии. Под агульным девизом «Нам доверено гэта 100 годзе», элементами народного танца, брейк-данса, акробатичных труков и чарлидингу, хлопцы и девчата выказывали свое башенье патриотичной тематики. Это неоценимый опыт, на самом деле. Это очень поднимает настроение, заставляет работать над собой. Работали очень много, каждую репетицию, от начала до конца, очень много работали, старались. Журы конкурса уже вызначила у каждой из номинаций уладальников гран-при другого и третьего места. Но интригу вы решили вытремать до гала-концерта, урушить дипломы и подарунки ауторам лепших работ, на думку не только из основальников конкурса «Белая Руси» и Управление адукации Абл-Ваканкама, но и новых партнеров, которые поддерживали проведение конкурса. В этом году, например, телерадиокомпания «Гомель». Урочистая церемония ознагороджения переможцев конкурсу, який немая аналогов у Беларуси, запланована на 13-е «Снежня». Наталья Капрыленко, Андрей Иванов. Телерадиокомпания «Гомель».